Здравствуйте, зрители YouTube! Приветствую вас на канале NPO Energo Комплект. В этом видео я хочу рассказать, как использовать Arduino Nano в качестве программатора. И таким способом мы прошьем Arduino Pro Mini. Arduino Pro Mini 168, 3.3 вольта от Mega 168, 3.3 вольта, Nano от Mega 168. Итак, 5-ти вольтовая. Для начала расскажу про подключение. 13-й пин Arduino Nano подключен синим проводом к 13-му пину Pro Mini. Это у нас СЦК. 12-й пин Arduino Nano оранжевым проводом подключен к 12-му пину Arduino Pro Mini. Это у нас MISO. И 11-й пин Arduino Nano оранжевым проводом подключен к 11-му пину Arduino Pro Mini. 10-й пин Arduino Nano. Это у нас белый провод подключен к Reset Pro Mini. Желтый провод – это питание, подключен к 3,3 вольтам Arduino Nano. И серый провод – это GND, подключен к GND Pro Mini. Arduino Nano GND подключен к GND Pro Mini. Вот. Ну, земля к земле. Питание. Ну, так как это 5-ти вольтовое, то беру отсюда 3,3 вольта, подключаю к Pro Mini. Итак, как видим, у нас сейчас все подключено. И давайте загрузим скетч на Arduino Nano, чтобы данный микроконтроллер стал программатором. Давайте зайдем в файл «Примеры Arduino ASP». Выбираем данный пример. Здесь плату микроконтроллера выбираем Arduino Nano, так как загружаем данный скетч на Arduino Nano. и выбираем процессор от Mega 168. Все. И загружаем. Вот, компиляция завершена. Практически. Компиляция завершена. Вот и Arduino Nano у нас загрузил в себя прошивку. Теперь он стал программатором. Итак, для того, чтобы прошить Pro Mini, давайте загрузим в него вот Blink. Выбрали Blink. Пример. И для того, чтобы загрузить Blink на Pro Mini, выбираем плату Arduino Pro Mini. И от Mega 168 3,3 вольта. Все. И теперь этот скетч загрузим через программатор. И вот мы видим, на Arduino Pro Mini работает Blink. Да, и забыл сказать, здесь вот, в качестве программатора надо выбирать Arduino AS ESP. Ну, таким образом можно загрузить, например, загрузчик Bootloader. Вот. Вот мы записали загрузчик на Arduino Pro Mini. Ну, и давайте обратно я загружу Blink. Скетч. Загрузить через программатор. Вот снова Blink на Pro Mini. То есть, таким способом можно восстановить загрузчик, либо загружать скетч. Если вы не хотите стереть Bootloader, и чтобы у вас больше места было на Pro Mini, можете через свою прошивку сделать. убрать загрузчик. Скетч ваш будет занимать меньше места. Работать быстрее без загрузчика. И напрямую записать без загрузчика через программатор. Вот таким вот способом. Вот на этом все. Всем, кому понравилось видео, ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Напоминаю, что спонсором канала является NPO Energo Комплект. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok